В прошлом году призадумался о том, как можно автоматизировать систему освещения в аквариуме. До этого использовал кастомную, или проще говоря, колхозную систему в стиле купил светодиодную ленту и присобачивал ее к крышке аквариума. Больше трех лет эта система работала, но мне захотелось что-нибудь, что выключалось и включалось бы автоматически. Ну и залез я в интернет с поиском светодиодной подсветки с режимом день-ночь. Некоторые светильники были маленькими, дорогими, и разместить их под крышкой моего аквариума не представлялось возможным. А некоторые светильники просто были очень дорогими. Сколько? В итоге я нашел и заказал на Алиэкспресс RGB-шную подсветку, которая управляется с приложения, где можно настроить любой цвет и, самое главное, создать расписание. С установкой у меня возникло два нюанса. Во-первых, мне пришлось сделать дополнительные отверстия, чтобы вытащить шнур. Во-вторых, присоски пришлось приклеить к крышке, потому что они были, ну, прям супер-дешманские и отлеплялись сами по себе уже через несколько минут. Возможно, если крепить светильник непосредственно во воде, то тогда присоски будут держаться лучше, но что-то мне подсказывает, что и под водой они будут так же отстойно держаться. Ах да, вот эта вот колба, в которой находится светодиодная подсветка, она вот непроницаемая. Поэтому при желании, если вы захотите, ее можно установить непосредственно под водой, прямо в аквариуме, прямо в воде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что касается приложения, оно называется LED LAMP и оно есть в Google Play. Но тут не зря стоит оценка 2.6. Нет, никаких данных оно не выкачивает, ну, во всяком случае, лично я такого не заметил. Но вот то, на что я не могу не обратить внимания, это, во-первых, перевод. Перевод на русский тут сделан просто автоматически через переводчик, никто вообще не заморачивался, чтобы хотя бы шрифт подогнать по размеру. Поэтому, с я на телефоне, я сразу переключил язык на английский, и то удалось это сделать не с первого раза. Во-вторых, когда приложение у меня коннектится к светильнику, его настройки сбрасываются. Перед выходом лично мне нужно не забыть снова их применить. Почему я говорю лично мне? Потому что с одного телефона у меня настройки сохраняются, с другого телефона я установил приложение, оно там не сохраняется. То есть, как-то оно работает нестабильно. Ну и в-третьих, это то, что приложение не очень очевидное, так сказать. То есть, нужно потыкать по всем кнопочкам, чтобы точно понять, что за что отвечает и как это работает. В остальном же тут реально очень много настроек. Куча пресетов, возможность создавать и сохранять новые самому. Но самое главное, тут есть возможность создать расписание подсветки. На каждый день недели, на каждый час, хоть на каждую минуту, если захотите. И есть две настройки переходов. Градиент и перейти. В первом случае подсветка будет плавно перетекать из одного цвета в другой. Во втором же случае в указанное время по расписанию цвет просто поменяется. То есть, без плавного перехода. Тут же можно нажать на кнопку предварительный просмотр и посмотреть, как это все будет выглядеть. И последний баг, о котором я хочу упомянуть, это включение подсветки ровно в полночь. Я не понимаю почему. Возможно, это баг приложения. Возможно, баг самой подсветки. В общем, у меня расписание настроено так, что к полуночи подсветка должна плавно выключаться. Она, в принципе, и выключается. Но в полночь, на одну минуту, она все равно включается. И я не могу понять почему. По итогу, мы имеем недорогую и очень гибкую с точки зрения настройки подсветку. С непроработанным приложением и с плохими присосками, которые, скорее всего, придется сразу заменить. Мне она очень понравилась, потому что я один раз в приложении все, как мне надо было, настроил и забыл. Забыл про приложение, забыл про сам светильник. Он работает сам по себе. Еще следует упомянуть о том, что тут нет функции памяти. То есть, если у вас отключат электричество или просто вы выдернете подсветку из розетки, то вам нужно будет заново зайти в приложение и отправить сохраненные в приложении настройки на сам светильник. На этом все. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях под видео. Все же ссылки будут, как всегда, в описании. До свидания.